Сегодня мы поговорим о микротоковой терапии, о методике, которая вызывает наибольшее количество вопросов не только у профессионалов, но и среди специалистов в области косметологии. Это связано с тем, что воздействие токами малой силы осуществляется различными способами и при помощи даже различных аппаратов. И мы сегодня постараемся разобраться в нюансах применения классической микротоковой терапии и поговорим об отличиях её, например, от воздействия домашними аппаратами, которые зачастую тоже называются микротоковой терапией. Что такое микротоковая терапия? Микротоковая терапия – это физиотерапевтический метод, при котором используется такой физический фактор, как электрический ток. Электрический ток слабый, импульсный, всего лишь до 500-600 микроампер силой. То есть это тот диапазон электрического тока, который человек фактически не ощущает, не чувствует. Используются нейроподобные токи, и суть воздействия в том, что эти токи имитируют электрические сигналы нашего организма. И таким образом мы можем воздействовать как на сосуды. Самое основное воздействие вообще микротоковой терапии – это на кровеносные сосуды, на капилляры, дермы и на лимфатические сосуды. Таким образом мы улучшаем цвет лица, тургор кожи, реологию крови улучшаем. И оказываем противотечное лимфодренажное действие, потому что лимфатические сосуды тоже являются мишенью воздействия микротоковой терапии основной. И вторая мишень воздействия микротоковой терапии – это мимическая мускулатура. Если мы работаем в области лица, шеи и декольте, а именно этот способ воздействия мы сегодня будем разбирать. И таким образом мы можем те мышцы, которые в гипертонусе, расслаблять, те мышцы, которые в гипотонусе, наоборот, немножечко стимулировать, приводя их в нормотонус, и получать тот самый эффект лифтинга, который мы ожидаем от классической профессиональной микротоковой терапии. Если воздействие током малой силы на капилляры, кровеносные сосуды, на лимфатические сосуды, расположенные достаточно поверхностно, легко поддаются пониманию, то с воздействием на мимические мышцы надо подробнее разобраться. Потому что воздействие микротоковой терапии осуществляется косвенно, непосредственно на мышцу, влияния никакого не оказывается, то есть она не сокращается, не ощутимо расслабляется под манипулой. А воздействие оказывается на такую хитрую структуру, которая называется сухожильный орган Гольджи. Что из себя представляет сухожильный орган Гольджи? Это рецепторный аппарат, который находится в мышечном волокно и переход его в сухожилие, который находится в области перехода мышечного волокна в сухожилие, схематично я его нарисую. И в обычной жизни, в норме, этот сухожильный орган Гольджи участвует в предохранительной функции, чтобы мышца от перенапряжения банально не порвалась. То есть если у нас какая-то чрезмерная нагрузка на мышечное волокно, идёт сухожильный орган Гольджи, улавливает эту чрезмерную нагрузку, и рефлекторно мы выпустим из рук тяжёлый чемодан или уроним какой-нибудь тяжёлый предмет, хорошо, если не себе на ногу, и таким образом мышца у нас не будет перерастягиваться, и мышечные волокна, миофибрилы, не порвутся. Микротоковые импульсы тоже улавливают сухожильный орган Гольджи, и при помощи этого воздействия мы можем привести в тонус мышц, то есть она не сократится, а миофибрилы напрягутся и будут готовы сократиться. И это как раз хорошо для тех мышц, которые находятся изначально в гипотонусе. А мышцы же, которые находятся в гипертонусе, например, вся наша нижняя зона депрессоров, она находится зачастую в гипертонусе, вызывая такую не очень радостную мимику, и эти мышцы, конечно же, нужно расслаблять. И путём, опять-таки, воздействия микротоковым, мы можем миофибрилы расслабить, и мышца придёт в нормотонус, то есть немножечко расслабится, находясь изначально в гипертонусе. Зависит это от того, как у нас пойдёт ток поперёк волокон мышц или вдоль. То есть если мы направим наш электрический ток и импульсы поперёк волокон мышц, таким образом, то есть поставим манипулы перпендикулярным волокнам той мышцы, на которую мы воздействуем, то мы получим стимулирующий эффект. А если же у нас электрический ток пойдёт вот в таком направлении, то есть вдоль волокон мышц, то тогда мы сможем эту мышцу расслабить. Как пример, допустим, подбородочная мышца. Если мы хотим её расслабить, то мы будем разводить манипулы вдоль волокон мышц, оставлять их в оптеральных частях этой мышцы, то есть по краям, условно говоря. И таким образом, воздействуя на эту мышцу, мы получим уменьшение её тонуса. Для того, чтобы правильно выполнить микротоковую терапию, необходимо вспомнить топографическую анатомию мышц лица и шеи. Нужно знать, какие мышцы у нас в гипертонусе, то есть какие мы будем расслаблять, какие в гипертонусе, то есть какие нуждаются в стимуляции. И как, соответственно, мы будем располагать наши манипулы, чтобы ток у нас пошёл для расслабления вдоль волокон мышц, а для стимуляции поперёк. Напомню, как расположены основные мышцы мимические в области лица и шеи. Для этого я сейчас постараюсь схематически изобразить человека. Я буду эти мышцы на этой девушке рисовать. С чего у нас начинается микротоковая терапия? Она начинается у нас всегда с воздействия адаптивного на ткани. То есть мы такими перекрещивающимися движениями, лёгкими порхающими, обрабатываем всю поверхность кожи, начиная снизу доверху и возвращаясь сверху вниз, для того, чтобы наши ткани адаптировались к данному воздействию, к электрическому току, для того, чтобы произошла так называемая нейростимуляция. И после этого мы уже вторым этапом воздействуем непосредственно на мимические мышцы. То есть первый этап – это нейростимуляция, улучшение микроциркуляции и, главным образом, воздействие на эпидермис и дермой сосуды, которые там проходят, капилляры. А уже второй этап основной – это воздействие на мышцы. Начинаем мы второй этап микротоковой терапии всегда с воздействия на подкожную мышцу шеи. Где она расположена? Она расположена у нас между зоной ключицы и нижней челюстью, фактически напоминает по виду тряпочку и выполняет в основном защитную функцию тех органов, которые находятся в области шеи – щитовидной железы, трахеи. Естественно, если эта мышца находится в гипертонусе, то появляются те самые кольца Венеры, которые, собственно, являются косметическим дефектом, то есть нежелательным для женщины. И таким образом основное воздействие на платизму – это ее расслабление. Следующая группа мышц – это мышцы нижней трети лица, которые называются депрессоры в основном. И они зачастую у большинства людей, к сожалению, оказываются в гипертонусе. И это как раз и дает такую, скажем так, не очень оптимистичную мимику, недовольное выражение лица, потому что эти мышцы тянут угол рта вниз, они опускают вот эту нижнюю треть, и получается вот такое, собственно, уражение лица, которое никому не нравится. Для того, чтобы эти мышцы расслабить, по аналогии с платизмой, мы должны вспомнить, где они находятся, на какие мышцы мы будем в нижней трети воздействовать. Это, во-первых, подбородочные мышцы, мускулюс менталис. Вот это мышцы, которые опускают уголочек рта. Это мышцы, которые опускают нижнюю губу. И вот эта вся группа мышц фактически одним-двумя движениями приводится в нормы тонус, то есть расслабляется. Следующая мышца, очень важная, которая в этой зоне находится, которая тоже требует расслабления, это круговая мышца рта. Круговая мышца рта тоже находится зачастую в гипертонусе. Как раз гипертонус этой мышцы, особенно в верхней ее части, приводит к образованию кисетных морщин, то есть морщин, которые вот такое расположение имеют. Вообще, надо сказать, что морщины, они всегда образуются поперек волокон мышц, и мышца сокращается, кожа сокращается, мышца расслабляется, а кожа остается такая вот с морщинками. Так вот, эту мышцу мы тоже расслабляем. Здесь еще есть мышцы в нижней трети, которые наполовину находятся, в средней, наполовину в нижней трети. Это жевательная мышца и щечная. Жевательная и щечная мышцы, щечная, она расположена глубоко, и вот в таком направлении, а жевательная, она, ну, мы все ее у себя можем потрогать, пощупать, расположена вот в таком направлении. Щечную мышцу мы, конечно, достать, ну, фактически, манипулами не можем, и ее, как правило, тоже мы стимулируем, потому что эти две мышцы влияют на овал лица. То есть, если эти мышцы находятся в гипотонусе, то это усугубляет птоз. Но жевательная мышца, она такая неоднозначная. Как бы у многих бывает, наоборот, гипертонус, и у многих этот гипертонус даже носит патологическую форму, но это уже из области неврологии, называется тризм, когда человек патологически сжимает зубы, поэтому эта мышца, конечно, с осторожностью должна подвергаться какому-то стимулирующему воздействию, но считается, что ее тоже можно стимулировать, направляя, соответственно, ток поперек волокон мышц, и это будет подтягивать овал. Следующая группа мышц – это средняя треть лица, и эти мышцы находятся, как правило, как раз в гипотонусе зачастую, потому что слишком тонизированные мышцы, депрессоры, тянут все это вниз, и, можно сказать, их воздействие превалирует. В то же время мышцы средней трети лица, они влияют как раз на более оптимистичную мимику, и среди этих мышц основные, как говорится, те, на которые нам нужно воздействовать – это мышцы смеха, которые расположены вот в таком направлении. Причем мышцы смеха – это тоже, как и мускулосмосетер, то есть жевательная мышца, она немножечко неоднозначная, и она может быть как в гипертонусе, так и в гипотонусе. В идеале ее нужно тонизировать и направлять ток, соответственно, поперек волокон этой мышцы. Но зачастую, особенно у мужчин, встречается гипертонус, мускулос резориус, то есть мышцы смеха, и это формирует дополнительную морщину параллельно носогубной складке. И поэтому, если вот такая есть особенность, и при улыбке здесь еще складочки образуются дополнительные, то лучше на мышцу смеха не воздействовать никак. Это, конечно, не совсем относится к ямочкам приятным, которые на щеках у многих есть, но вот именно морщина дополнительная, которая идет после уже носогубной складки, она как раз говорит о том, что дополнительное воздействие какое-то на мускулос резориус не нужно. Следующие мышцы, на которые мы будем воздействовать и пытаться их немножечко простимулировать, то есть привести их из гипотонуса в нормотонус, это мышцы, поднимающие угол рта, поднимающие верхнюю губу, мышцы, поднимающие верхнюю губу и крыло носа, все симметрично расположены с двух сторон. И это скуловые мышцы. И они как раз нуждаются зачастую в тонизации, потому что они участвуют и в формировании улыбки, и в подтяжке до кожи, и в формировании овала лица за счет того, что при их нормальном тонусе натягивается немножечко ткани, и если они в нормальном тонусе находятся, жировые пакеты этой области не сползают вниз, усугубляя птоз. То есть это действительно те мышцы, которые можно спокойно тонизировать. Следующая мышца, на которую мы воздействуем, это у нас круговая мышца глаза. И естественно понятно, что данная мышца требует расслабляющего воздействия, потому что мимические морщинки в уголках, морщинки, которые вызваны тоже избыточной мимикой под глазами, это все как раз говорит о том, что мышца находится в гипертонусе. Следующая зона, можно сказать, это уже переход в область лба. И основная мышца, которая здесь находится, это мышца гордецов. Так называемый процерус, мышца гордецов, она практически всегда и у всех находится в гипертонусе. Если обобщить, то нижняя треть и верхняя треть это как раз гипертонизированные мышцы, а средняя треть это как раз мышцы, которые нам нужно стимулировать. То есть все кроме средней третьей мы расслабляем, и только в средней третьей мы можем безопасно стимулировать мышцы, в том числе возможно какими-то массажными техниками или упражнениями. Что делает мышца гордецов? Она образует вот эти вот морщинки, кроличьи так называемые, ну не совсем кроличьи, а поперечные морщинки в области переносицы. Естественно мы будем расслаблять эту мышцу. Следующие мышцы, которые здесь находятся, это мышцы сморщивающей бровь, и они как раз создают вот эти морщинки. То есть морщинки, которые придают нам хмурое вложение лица, и которые как раз некоторые путают, что именно это морщинки гордецов. Но на самом деле это мышцы сморщивающей бровь, которые симметрично с двух сторон и спроложены над бровью, они как раз создают вот эти вот морщинки. А мышцы гордецов создают поперечные вот эти морщинки. Так вот, мышцы сморщивающей бровь тоже можно расслабить, располагая манипулы вдоль этих волокон. Есть в области, например, круговой мышцы глаза часть верхняя, которая фактически находится в области брови. И, например, лифтингу брови и лифтингу верхнего века способствует движение, когда мы стимулируем вот эту зону манипулами как дополнительное такое движение, но при этом на всю остальную область круговой мышцы глаза мы воздействуем расслабляюще. Это такой тоже нюанс. И последняя мышца, которая нам здесь, в общем-то, нужна, это лобная мышца, которая у нас покрывает лоб. Опять-таки волокна располагаются вот в таком направлении, не так они располагаются, а наоборот, то есть перпендикулярно брови. И дальше она переходит уже в эпоневроз, вхажительный шлем. И эта мышца у нас всегда, опять-таки, тоже в гипертонусе, поперечные вот эти вот морщины у многих формируются в достаточно раннем возрасте, уже у некоторых в 20 с чем-то лет они присутствуют. Это означает, что либо человек очень любит удивляться, либо действительно эта мышца изначально в очень сильном гипертонусе. Соответственно, мы будем эти мышцы тоже, фронталис, так называемая мышца лобная, расслаблять. И таким образом будем уменьшать выраженность уже существующих морщин в этой зоне и придавать более гладкий вид лбу, то есть предотвращать образование новых морщин. Вот таким образом мы проходим всё лицо. Это второй этап микротоковой терапии. И дальше мы переходим к третьему этапу, который называется лимфодренаж. Заключительным этапом микротокового воздействия является непосредственно лимфодренаж. Если в первом этапе, когда мы стимулировали ткани и сосуды, мы элементы лимфодренажа использовали за счёт того, что согласно анатомическим линиям, соответственно, по ходу лимфатических коллекторов мы оказывали своё воздействие, то третий этап микротоковой терапии – это непосредственно лимфодренаж. И для того, чтобы опять-таки его правильно сделать, нам надо знать, где расположены эти лимфатические коллекторы на лице и шее и где находятся региональные самые крупные лимфоузлы или группы лимфоузлов. Сейчас я снова схематически изображу нашу девушку, но уже, наверное, в профиль, и будем вспоминать, как расположены её лимфатические коллекторы. Начинаем мы этап лимфодренажа с олба. Движения здесь у нас уже будут очень похожи на направление основных массажных линий. Достаточно крупные лимфоузлы у нас находятся в височной зоне, но самые крупные, через которые дренируется эта зона, находятся в области козелка. Вот так вот мы её изобразим. И вот здесь у нас находятся достаточно крупные лимфоузлы. Поэтому дренируем мы зону верхней трети лица через височную, но всё-таки уводим к козелку. И дальше мы вдоль грудиноключично-сосцевидной мышцы, где находится основная группа крупных лимфоузлов и поверхностных, глубоко залегающих, в область ключицы, где, естественно, ещё более крупные лимфоузлы находятся, и там же находится ductus thoracicus, то есть грудной проток, туда мы пытаемся всю эту лимфу согнать. Средняя треть у нас дренируется к козелку и дальше вниз. То есть каждое движение мы спускаем вниз. Нижняя треть у нас дренируется к мочке уха, где у нас, собственно, тоже достаточно крупные лимфоузлы расположены. И опять-таки тоже вниз. И зона вокруг глаз у нас дренируется вдоль фактически носогубной складки. Вот здесь тоже достаточно крупные лимфоузлочки находятся, симпатические коллекторы. То есть мы вот эту отёчность с области глаз снимаем через вот эту вот линию. То же самое мы можем делать, когда выполняем какие-то массажные техники. Можем дополнительно дренировать подбородочную зону. Здесь тоже в области подбородка, то есть под подбородочной зоны достаточно крупные лимфоузлы есть. И можем дренировать эту зону тоже к мочке уха и вдоль грудиноключично-сосцевидной мышцы в сторону ключицы. Кстати, такой небольшой лайфхак, если мы начинаем процедуру с подготовки кожи и выполняем, например, массаж влажными руками по энзимной пектиновой маске, чтобы убрать гиперкератоз, чтобы облегчить воздействие электрическим током малой силы, убрать максимально роговые чешуйки с поверхности эпидермиса, то мы не забываем на этапе массажа вручную прокачать лимфоузлы под и надключичные. Это будет очень хорошо, потому что мы как раз откроем путь нашей лимфе в сторону цистерны Хьюли для того, чтобы более эффективный был и вообще был эффективный лимфодренаж. Возникает главный вопрос, по каким же косметическим средствам мы выполняем микротоковую терапию? Учитывая то, что данная методика является стимулирующей, а не форетической, то есть при помощи микротоковой терапии не вводятся активные вещества в глубокие слои кожи. Поэтому мы можем с вами выбрать любой гель, который создаёт влажную среду, то есть главное, чтобы он не содержал масел, чтобы это был какой-то водорастворимый препарат, который имеет хорошую электропроводность. Учитывая то, что этот гель будет лежать у нас на коже 30-40 минут, потому что процедура, как вы уже успели заметить, довольно-таки длительная, трёхэтапная, трёхэтапная, то, естественно, этот гель не должен быть гелем-пустышкой с обычными солями, которые будут, так долго находясь на коже, вызывать, например, раздражение. А это должен быть гель, который предназначен как раз для кожи лица, потому что фактически он будет 30-40 минут лежать на коже в виде маски, по которой мы будем работать. И в данном случае не обязательно брать какие-то дорогостоящие препараты, например, с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой, хотя, конечно, можно сделать микротоковую терапию по любому косметическому гелю, например, компании Гельтек, который производит. Но в данном случае по соотношению цены и качества нам нужны дорогостоящие ингредиенты, которые мы используем для форезов. А нам нужны, например, витамины, нам нужны какие-то антиоксиданты, нам нужна простая гелевая структура препарата, по которому мы сможем достаточно долго, без того, что он сразу впитается и подсохнет, выполнить эту процедуру. Я предпочитаю для воздействия микротоками, например, гель тонизирующий, который содержит витамины АЦЕ, содержит высокомолекулярную гиалуроновую кислоту, имеет достаточно плотную текстуру и хорошо лежит на коже достаточно длительное время. И по нему очень удобно выполнять микротоковую терапию. Кроме того, есть гель пектиновый, который тоже обладает хорошей электропроводностью. Он показан для пациентов, например, со склонностью к пигментации или к воспалениям, имеет кислый ПАЖ. По нему тоже очень хорошо делать микротоковую терапию, он немножечко пожиже, чуть-чуть будет побольше расход, чем у гель тонизирующего. Но опять-таки мы смотрим по показаниям. Кому витамины и антиоксиданты больше нужны, кому-то больше воздействия на тон кожи, то есть выравнивание требуется и, допустим, какой-то противоуспалительный эффект, то можно взять, например, гель тонизирующий. В принципе, можно микротоковую терапию выполнять практически по любому гелю, который находится в профессиональной линейке Гельтек. То есть это гель из серии Нео, антивозрастной гель для сухой нормальной кожи Нео. Для аллергиков самый гипоаллергенный препарат можно использовать. Это гель увлажняющий Плюс из серии Гидротейшн. Но в основном смотрим на состав и подбираем показания. Дорогостоящие какие-то компоненты, как низкомолекулярная гиалуроновая кислота, как я уже говорила, не являются приоритетной в проведении данного воздействия, так как оно не является форезом, а это чистой воды стимуляция. В заключение мы обсудим отличия классической микротоковой терапии от тех воздействий, которые анонсируются производителями домашних массажеров под названием микротоки. На самом деле из данного видео, если вы просмотрели сначала до конца, наверное, уже понятно, что классическая микротоковая терапия требует более профессионального подхода, тщательного знания анатомии, знания физиологии, физики. И это довольно-таки длительная процедура с довольно-таки сложной схемой воздействия на область лица и шеи. Микротоковое воздействие при помощи домашних массажеров – это использование действительно тоже тока малой силы, но в более простом его варианте воздействие осуществляется только по массажным линиям. Фактически мы распределяем какой-нибудь хороший гель этой манипулой, и от свойств этого геля или сыворотки, наверное, на 90% зависит эффект от использования домашних массажеров. Если есть хороший гель, он будет сам по себе воздействовать на кожу благоприятно, и мы получим хороший эффект. Если мы возьмем гель-пустышку, то эффекта, скорее всего, не получим, ну, разве что от механического воздействия от массажа, который мы будем делать этим массажером. Соответственно, когда мы делаем классическую микротоковую терапию, у нас манипулы используются под ватные палочки. Такими манипулами удобно захватывать мышцы или осуществлять расслабляющее воздействие. А когда мы имеем в руках массажер для домашнего применения, как правило, это какой-то металлический предмет или шарик, или два шарика, или какая-то пластина, который мы можем по массажным линиям, собственно, улучшать микроциркуляцию за счет раздражающего эффекта током малой силы. Вот, собственно, и вся разница. Как правило, микротоковую терапию классическую делают специалисты в кабинете косметолога. Самому её себе сделать сложно. А массажёры, они, конечно, продаются на каждом шагу, и, в общем, каждый может, если есть особое желание, приобрести такую штуку и какой-нибудь хороший гель, и внедрять его вот этим аппаратом. На этом я хотела это видео закончить. Если у вас возникнут вопросы, задавайте их в комментарии, подписывайтесь на наш канал, здесь где-то колокольчик есть, чтобы первыми узнавать о выходе наших новых видео. И будем рады видеть вас у нас на канале.